Шойгу предложил организовать сибирскую ипотеку для желающих развивать регион. Я даже посмотрел, увидел, как это выглядит сейчас, сибирская ипотека, наверное, она вот так выглядит в понимании Шойгу. У каждого в бараке свое койко-место, нары свои и так далее. Назвал места он для строительства новых городов в Сибири, рассказал там всякие интересности по этому поводу. От 300 тысяч до 1 миллиона будут там добывать алюминий, медь и прочее будут в этих городах добывать. Блядь, жуть, конечно. Конечно, вот люди пишут особенно хороши фразы, это только верхушка айсберга и не нужно бояться, это точно. И интересно, ну то есть Шойгу сейчас раскручивают, конечно, на место преемника. Вот какие-то детские книжки, видите, это никто иной, как соратник Чингисхана Субэдэй. Ну и по-разному, Субэдэй, Багатур зовут, по-разному в русской литературе. Ну, у Яна в книжке Чингисхан он Субэдэй, Багатур, да. В эти монголы пишут Субэдэй, Маадыр, да, вот и так далее. А видите, ну вот он тут Шойгу такой вылитый в детской книжке, кто-то его нарисовал. Он такой сподвижник Чингисхана, тот, кто вместе с Джабен Айоном победил на Калке, да. Помните битва на Калке и русских князей победили Джабен Айон и Субэдэй. Но забыли, когда вот Шойгу рисовали в виде Субэдэя, он, во-первых, кличка у него была Тигр с отгрызенной лапой, да. Ну или в другом варианте Барс с отрубленной лапой. То есть у него одной руки практически не было. И Дмитрий Быков, писатель, помните, рассказал в интервью, что Шойгу очень человек энергичный, остроумный и может стать преемником. Видите, даже с этой стороны уже заехали. То есть преемничество Шойгу уже раскачивается с полным ходом. Посмотрим, что будет после выборов. Я бы поставил деньги на то, что Шойгу будет премьер-министром. Почему? Потому что, ну если будет вариант этого транзита власти, то, конечно, он будет таким образом. Поскольку Шойгу совсем не интересен ФСБшной Шобле, я думаю, абсолютно не интересен путинским друзьям. Значит, будет хорошая драка. Хорошая драка. Я вижу, как сейчас наезжают на Володина. Он тоже попал под раздачу. То есть там, я чувствую, такие процессы идут совершенно жуткие. То есть они на самом деле понимают, что власть они могут не удержать. То есть когда Путин там крякнет или что там с ним еще случится, я не знаю. Они могут не удержать власть. Они это прекрасно понимают. Договориться они не могут, в принципе. Вы же понимаете? То есть они могут договориться насчет чего угодно. Скажут, так вот Шойгу будет. Все, договорили. Договорили. Приходит Шойгу. И их всех урепает мгновенно. Точно так же любой другой из них. Какой угодно. Хоть Медведев пьяный придет и все равно зачистит половину из этих козлов. И точно заберет у путинских друзей всех. Все, да. И пересажает кого только сможет. Любой из них, кто придет, он это сделает. Поэтому, конечно, они это прекрасно понимают. И будут пытаться как-то удержать власть нетрадиционными путями. Посмотрим, во что это выльется. Да не будет никого транзита. Никуда главпидор не уйдет. Кто бы не пришел, любой воздаст. Он лучше всех это понимает. Будет рулить до смерти или до того, как выгоним его. Полковник. Это все абсолютно точно. Но мы же не знаем состояние здоровья этого главпидора. Посмотрите, как он выглядит. Просто посмотрите, как он выглядит. Мы же не знаем. Может, у него Альцгеймер, как, помните, Женя еще полтора года назад поставил ему деменцию в старческом. И как он будет дальше. Конечно. То есть, наверняка, если у него проблемы со здоровьем, проблемы серьезные, они попробуют его заменить. Поэтому мы к этому должны быть готовы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok